Смотрите, друзья, перед вами малоизвестный на российском рынке китайский кроссовер Jack GS6. По сути, это старший брат москвича 3. А может и в будущем эта модель будет называться тоже москвичом. Здесь я вам не подскажу, не знаю. Пока такой информации нет. Комплектации доступно две. Comfort и Luxury. Данный автомобиль в минимальной комплектации Comfort. Здесь у нас отсутствует радар до активного круиз-контроля. Нет системы экстренного торможения перед препятствием. Нет датчиков парковки в переднем бампере. Зато ходовые огни светодиодные. Фары у нас на галогенках. Легкоспалывные колесные диски на 18. Сзади подвеска независимая многорычажка на пружинах. Вот так здесь все устроено. Тормоза задние дисковые. Под капотом расположился бензиновый турбированный двигатель полтора литра мощностью 174 лошадиных силы. Работает в паре с шестиступенчатым роботом. Тип привода передний. На заднем бампере датчики парковки. Есть камера сзади. Пятая дверь у нас без электропривода. Вот так здесь все устроено. Спинка второго ряда сидений раскладывается по формуле 60 на 40. Есть плафон освещения. Под фальшполом докатка. Задняя оптика светодиодная. Заглянем на второй ряд. Отделка сидений эко-кожей. В задней части переднего подлокотника два USB разъема. Дефлекторат климатической системы. Кармашки. Плафон освещения второго ряда. В спинке встроен подлокотник с подстаканниками. Кресло переднего пассажира регулируется в механических четырех направлениях. Вперед-назад и угол наклона спинки. Кстати, отделка сидений комбинированная. В верхней части эко-кожи. А здесь у нас ставки из ткани. Центральная консоль парящая. Вот так вот выглядит перчаточный ящик. Здесь у нас руководство по эксплуатации автомобиля. Посмотрим, на каком оно языке. Jack GS6. Оно у нас на русском языке. Руководство иллюстрированное. С фотографиями. Перейдем на рабочее место водителя. Бесключевой доступ. Кресло водителя регулируется в шести направлениях. Вперед-назад, вверх-вниз и угол наклона спинки. Здесь мы видим блок управления электростеклоподъемниками. Пульт управления боковыми зеркалами расположился здесь. Руль пластиковый с управлением. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылезу. Цифровой щиток приборов объединен вместе с экраном мультимедийной системы. Здесь пульт управления климатической системой. Климат однозонный. Электромеханический ручник. Система автохолд. Селектор АКПП. Коробка с подрулевыми лепестками переключения передач. Шестиступенчатая. В нише подлокотника мы видим охлаждение. Панорамы нет. Люка нет. Кнопка состарегла настроена. Блок управления светом. Вот такой вот, друзья, Жак GS6. В минимальной комплектации. Сейчас можно купить за 2 миллиона 750 тысяч рублей. На мой взгляд, данный кроссовер намного лучше других китайских кроссоверов. К примеру, Амоды Си-5. Но это мое мнение. Как считаете вы? Напишите в комментариях. Я же ушел в комментарии отвечать на ваши вопросы. Вот такая вот интересная новинка на российском рынке. До новых встреч!